Баночки с витаминами для осужденного и страсть к деньгам стали причинами увольнения системы ВСИН и обвинительного приговора для прапорщика внутренней службы Александра Долбилина. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ЛПУ-21 вступил в должность 3 июня 2019 года. Через год 11 числа в лечебно-профилактическое учреждение ВСИН для отбытия наказания по приговору пролетарского суда Саранска прибыл мужчина. В результате между заключенным и Долбилиным завязались дружеские отношения. В июле 2021 года младший инспектор решил заработать на этой дружбе. Предложил осужденному отбывающему наказание в ЛПУ-21 пронести для него на территорию лечебно-исправительного учреждения запрещенные к обороту предметы, а именно товары спортивного питания. Свою незаконную услугу Долбилин оценил в 15 тысяч рублей. С учетом сложившихся между сотрудником Уфа-СИИН и осужденным мужчиной доверительных отношений, последний на предложение согласился. Условием Долбилина стало то, что деньги должны быть в тайнике вместе с товарами спортивного питания. Обговорив время и место закладки, оба разошлись. Однако заключенный оказался на шаг предусмотрительнее инспектора и понимал, что в случае поимки сотрудников СИН ему придется отвечать задачу взятки должностному лицу. А это еще плюс срок к неотбытому наказанию за наркотики. 19 июля 2021 года осужденный, отбывающий наказание в ЛПУ-21, добровольно обратился в управление ФСБ России по республике Мордовия с заявлением о совершении Долбилиным преступления коррупционного характера. При этом осужденный изъявил добровольное желание на участие в оперативно-розыскных мероприятиях с целью пресечения противоправной деятельности сотрудника регионального УФСИИ. В этот же день отбывающий наказание мужчина связался со своим братом, чтобы тот приобрел цинк, омегу-3, витамин D3 и поместил это вместе со взяткой в тайник. Адрес был таков. В пяти километрах от села Бобеевка ориентир рекламный щит в 50 метрах от остановки общественного транспорта, расположенный слева по пути следования в поселок Барашево, около березы, стоящей рядом с тремя молодыми соснами. 21 июля после полудня родственник оборудовал закладку. Ровно через три часа появился Далбилин и забрал подарки. Все это время за ними уже следили оперативники. 21 июля 2021 года примерно в 21 час 30 минут Далбилин, действуя вопреки интересам службы, совершил в пользу отбывающего наказания в ЛПУ 21 мужчины незаконные действия, выразившиеся в тайном проносе на территорию лечебно-профилактического учреждения и передачи ему запрещенных к приобретению и хранению предметов в виде товаров спортивного питания. После суток младшего инспектора уже ожидали чекисты. В салоне машины лежали те самые мечные купюры. Вину Александр Далбилин признал полностью и раскаялся содеянным. В начале декабря суд признал его виновным в получении взятки за незаконные действия через посредника. Наказание суд постановил считать условным витамины уничтожить, а меченые купюры вернуть чекистам. В целях исполнения решения о выплате штрафа в размере 75 тысяч рублей Фемида сохранила арест на имущество бывшего сотрудника в СИН. Анастасия Семушева, программа «Происшествие».